Всем привет, друзья! С вами Чейнджер, и мы продолжаем играть в игру Urban Empire. Собственно, в прошлой серии мы достигли экономического роста, как вы видите, мы, вернее, продолжаем расти экономически. Как вы видите, у нас почти 4,5 миллиона в бюджете, плюс месячный бюджет, плюс 279 тысяч, что не может не радовать. И мы вынесли на голосование два законопроекта об улучшении водоочистных систем и вокзала. То есть, мы продолжаем расти и надеюсь, что все будет в порядке. Конечно, эти законопроекты крайне дорогие, мы просядем на 4 ляма сразу, но да ладно. Так, запрет дискриминации. Настоящим предлагается запретить дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или каким-либо иным. Что скажете? Конечно, надо поддерживать. Сейчас, Катя, я не знаю, насколько тут в этой игре переигрывать. Я имею в виду, формально можно отыгрывать другую линию, запрещать быть против всего. Но зачем? Объясните мне, в чем смысл быть против прогресса? Можно, конечно, второе прохождение попробовать так, но это, мне кажется, будет... Просто мы останемся в каменном веке. Не знаю, о чем думали разработчики, в чем замут. Просто, как таковых, тут нет таких вилок. Я бы понимаю, если бы они делали, что ты не хочешь там развиваться демократически, ты идешь по, не знаю, авторитаризму. Но тут, как такового-то пути нет. Ну ладно, посмотрим. Так, спорный закон против дискриминации. А что в нем спорного-то? Пожалуй, самый известный принцип эгалитаризма, свобода от дискриминации, представляет собой всего лишь право жить, работать и иметь одинаковые возможности социального роста вне зависимости от расы, религии, культуры, пола или физических возможностей. Обычно принимаются законы, которые запрещают дискриминацию, устанавливают квоты для работодателей и защищают определенные социальные группы. Но некоторые считают, это обратной дискриминацией, которая используется меньшинствами против большинства. Ведь дискриминацию крайне сложно доказать. Также, по их мнению, это приведет к обилию чисто символических мероприятий и действий. Ну, тут доля правды-то есть, конечно, это... Ну, это как и в любом решении, в принципе, всегда есть побочные эффекты негативные. Тут нет однозначно плюс, однозначно минус, но посмотрим. Люди живут на территории Швейцарии десятки тысяч лет. Последние научные открытия подтверждают, что на территории нынешней Швейцарии жили неандертальцы. Да ладно, не гоните, ладно. Так, столкновение в воздухе, это мы читали. Так, свобода от дискриминации, собственно, все пройдет у нас на ура. То есть, да, мне интересно, когда мы второй раз будем проходить, можно ли с самого начала быть вот в таких хороших отношениях, чтобы просто все проходило на ура? Мне кажется, это нереально. Ну, не знаю, может, мы вначале затупили, но, честно сказать, я вроде делал все, как нам говорили. Ладно. Давай, изменяем общественное учреждение. Это был вокзал, наверное, или нет? Водоочистная станция. Теперь у нас будет система удаления ила. И это прекрасно. То есть, плюс один к окружению, потому что окружение у нас крайне низкое. Это плохо. Ну и вокзал лучшим. Еще раз. Это прибавит нам безопасности. Да, автоматическая проверка. И еще два ляма ушло. Отлично. Но деньги пока есть, хорошо. Так, вокзал... Подожди, подожди, бизнес-инкубаторы. Давайте сначала посмотрим их. С появлением креативного класса стало понятно, что старые проверенные методы больше не работают. Источником инновации не обязательно будет гигантская корпорация. Это может быть маленькая компания. Маленькие компании быстро адаптируются к новым условиям, что зачастую компенсирует недостаток знаний в других областях. Во многих уголках света появилась новая услуга, чтобы облегчить работу таких компаний еще больше. Как вы хотите, чтобы бизнес-инкубаторы работали в вашем городе? Так, технологии, творческая открытие для всех компаний. А давайте откроем для всех компаний. В чем проблема-то? Давайте так. Мне просто кажется, давайте для всех. Так, давайте на паузу поставим. Больше улучшений у нас нет для вокзала. Это замечательно. Так, тогда паузу отпускаем. В принципе, у нас так все застроено. Нормально. Свобода от дискриминации. Что тут? Тут, в принципе, все в порядке. Скоро бизнес-инкубаторы изучатся. Что можно улучшать? Школа старшая. В принципе, все в порядке с ней. Университет так еще и нельзя улучшить. Нет, жаль. А честное, наверное, тоже больше нельзя улучшить. Это парки. Тут, в принципе, все хорошо. Электростанция. Электростанция. Как вариант. Публичная библиотека. У нас дофига всего есть, на самом деле. Ух, а тут-то прям 7,5 миллионов. То есть, ладно. Это, в принципе, можно. Тут надо этим озаботиться. Это что? Ратуша. Ратуша, как и была. Ратуша, средняя школа и порт, да? Ну, потому что у нас в условии победы тоже стоит. Надо улучшить вокзал и порт в сумме 4 раза. 5 миллионов. Ну, а что он нам даст? Необходимый уровень продаж. Бонус к качеству. Больше продавать. Больше продавать. Ну, давай попробуем. Давайте дождемся, пока у нас будет 5 лямов. Или хотя бы 4,5. И улучшим порт. Почему нет? А потом будем улучшать телебашню. Вернее, это радиовышка, но, наверное, она на телевидении тоже будет вещать. ...хочется все бросить. Но потом ты смотришь на тех, кто бросил все, и их результаты не впечатляют. Ха, это хорошая мысль. Это прям правильная мысль, да. Порой бывают действительно такие мысли, что хочется все бросить. Но это ни к чему хорошему не приводит, как показывает практика. Так, смотрим, что дальше. У нас есть аутсорсинг. Переводческое бюро. Да, кстати, суд надо все-таки построить где-то. Это что, очки просто бизнес делегации? А это что-то новое откроется, понятно. Тут что, автомастерская, автоматизация улучшает, увеличивает доходы. Все логично, управляемые компьютером светофоры. И база данных пациентов. Хорошо, система улучшения вокзала. Заманчиво. Генераторы с параллельным вводством улучшения электростанции. Прослушивание телефонных разговоров. Помощь промышленности. Персональные компьютеры. Так, много всего на самом деле открыто у нас. И даже не знаю, что изучать сначала. Давайте пластик изучим, а то он давно уже открыт. Надо все-таки новые отрасли, индустрии открывать. Давайте поставим пока порт на голосование. 5 миллионов, конечно, это дофига. Но мы опять сделаем нормальное, чтобы это не так сильно просадило нам бюджет. И потом надо все-таки как-то построить суд и тоже начать его улучшать. Предложение по налогам. Коммунистическое... Так, налоги. Коммунистическая партия требует, чтобы город помог своим малоимущим жителям, снизив налоги. Ну, давайте только немного. Все-таки там 50%. Это, конечно, дохера. Ну, да ладно. Так, голосование об изменении бюджета. Бедняки минус 1%. Минус 1% при том уровне налогов, который сейчас у нас есть. Это просто как слону дробина. Ой. Бедняки, бедняки. Мне вас жаль. Я понимаю, что мы просто доим наше население. Но если игра это позволяет делать, причем совершенно легально, то почему этим не заниматься, правильно? Так. Изменение общественного учреждения. Порт. Порт мы улучшаем. И прямо, хоп. Да, и осталось только 380 тысяч. Замечательно. То есть, подожди, получается... Нет, а где там у нас был порт? Смотри, улучшить вокзал и порт не менее 4 раз в общей сложности. Мы, по идее, улучшим... Ну, ладно, не важно. А, да, теперь есть. Смотри, как просто он медленно обновляется. То есть, получается, что это экономическая... Нет. Да, политическая победа. Мы движемся. 50% у нас от каждой победы. Выдающийся город, тут все неизвестно. Это секретные цели какие-то свои. Не знаю. Три района с максимальным уровнем развития инфраструктуры. Это нужно. Средняя репутация в политической среде должна быть не менее 6. Защитник народа. Но это все для фига. Это нереально для нас. Так, пластик. Давайте сначала с пластиком разберемся. Ректор университета входит в ваш кабинет со словами. У меня есть для вас всего одно слово. Только одно слово. Пластик. Он изменит мир. Я думаю, у меня клей. Пластик и клей. Такой, наверное, должен быть набор слов у него. Он изменит мир. Как городу лучше всего подготовиться к этому? Поддержать исследование пластика, субсидировать пластмассовую индустрию. Субсидии индустрии? Это хорошая идея, на самом деле. Поддержать исследование тоже. Давайте вот это. Да. Необходимый уровень продаж. Минус 10. Давайте вот так. Так, голосование, изменение налогов. Тут все, в принципе, не проблема. У нас уже почти миллион опять. Поэтому мы, наверное, построим суд скоро. Суд стоит 2, по-моему, миллиона. Если я не ошибаюсь. Да, 2 миллиона. Это, в принципе, для нас уже не проблема. Еще несколько серий назад я бы сказал, что все, пиздец. На этом закончена игра. У нас никогда не будет 2 миллионов. Но сейчас для нас это не проблема, на самом деле. Так, давайте поставим суд. Вот сюда вот. Ну, давай. Ну, что ты не хочешь? Да заебал, ну хорош. Давай сюда поставим суд. Прям. Нормальное голосование. Погнали. Снесем там нахер все. Тут почему-то, я не понимаю, у нас компания банкротится. А с чего вообще? Вот это не совсем сделано, мне кажется. Непонятно ни хера. Вот на нее можно... Да, компания банкротилась, написано. А почему она банкротилась, не ясно. Вот я не могу ничего нажать. Защита здания. Предотвращает его улучшение. Предотвращает его улучшение. Сохраняет внешний вид. Да ладно, поддержать бизнес. Вот давай нажмем поддержать бизнес. Так, подожди. Коммерческое здание. Так, что за почетное членство? Коммунистическая партия считает вас превосходным политиком и хочет предложить вам почетное членство. Да, но я не могу. Это потому что нельзя так делать. Другие партии, да. Потому что нельзя быть почетным членом одной. Как жилые, блядь. Ну я не знаю, что сказать. Ну давай вот нажмем поддержать. Ничего не меняется ведь. Или может я опять, как тогда, когда я нажимал бездумно на поддержку школы, а потом у нас оказалась дыра в бюджете. Такой, ёперный театр. Что у нас с судом? Да, суд нам нужен судить плохих депутатов. Тот, кто плохо голосует, будет покарен судом. Вот так прямо. Давай, пластик. Пластик вперед. Всего и он повсюду. В больших городах, малых, даже деревнях. Мы вошли в эпоху неона. Наш мир стал пластиковым. Замечательно. Так, видеоигры. Видеоигры это прекрасно, собственно. Мы играем в видеоигру, чтобы исследовать видеоигры. Разве это не замечательно? По-моему, это шикарно. Так, давайте изучим спутники, наверное. Наверное, запустим. Юрий Гагарин, он там нам что-то скажет после изучения. И он молодец. Так, городской совет. Что у нас есть из указов новых? Запрет порнографии. Нет, нет. Я уже... Так, децентрализация здравоохранения. Это нам ничего хорошего не даст. Оптимальный радиус минус 2. Вот непонятный эффект. Минус 20 городской бюджет. По идее, должно быть... То есть, минус 20 должно мы снизить... Снизить наши затраты из городского бюджета. Но почему-то она отмечена красным. Субсидирование роста компаний, да? Так, ежемесячный расход 50 тысяч. Это пока, наверное, много. Ускоритель бизнеса. Городской совет планирует создать бизнес-ускоритель для наиболее перспективных компаний. Если предложение будет принято, эффективность поддержки бизнеса должна удвоиться. А здесь плюс 10 тысяч. Бонус к производительности компании. Ну, давайте вот это. Это не так затратно. Давайте децентрализацию тоже сделаем. Не знаю. Просто если минус 20%, то, по идее, конечно, это хорошо. Все, что приносит нам дополнительные деньги в бюджет, это замечательно. Смотрим, что мы можем улучшить. Универ еще не готов к улучшению. Зато есть, что у нас... Это тоже не готово. Вышку, давайте радиовышку улучшим. Один раз хотя бы. 2,5 ляма. Как раз прибавится развлечение и личностный рост. Замечательно. Давай. Погнали. 1980 год. Кстати, вот развитие полетел просто... Вот в начале я думал, мы не сможем развиться. То есть, а сейчас 1980-е, у нас уже мобильная связь, мы можем изучить ее. То есть, вообще шикарно. Пересадка уру, все есть. Так, что там? Свобода. Посмотрим просто по проектам. Все пока хорошо. Пока все замечательно. Так что давай. Суд будет. Да. Суд будет. Смотри, как прям летит все идеально. Что у нас, кстати, с партиями? У нас, в принципе, со всеми отличные отношения, кроме христианских демократов. И то, минус один, это ни о чем уже. Минус один-то это практически мы друганы с ними. Где суд? Так. Приближаются выборы мэра. Кто бы сомневался. Но с нашим развитием это суд. Это суд. Так, подожди. Мы можем улучшить его. Это даст окружение еще. А потом еще защит. Угу, безопасность плюс 3 будет на втором, да? Это мы улучшим, но сначала там с вышкой. Радиовышка, она дорогая, поэтому нужно копить деньги. Нужно копить деньги и ждать. Давай, давай, быстрее. Быстрее. Так. Отлично. Так. Это радиовышка теперь у нас станет еще лучше. 8.53. Просто замечательно. Децентрализация здравоохранения. Давайте проведем этот указ так же. То есть, в принципе, все нормально, да? И ускоритель бизнеса тоже. Но сейчас либо у нас спросить бюджет очень сильно, либо не так. Зависит от того, что все-таки с децентрализацией у здравоохранения минус 20% имелось в виду. Ну да, то есть, в принципе, как я и думал. Действительно, минус это... Это нормальный минус. Это не какой-то свой минус в этой игре. Так. Что там у нас нужно дальше? Нам нужно дальше, нам нужно дальше. Так. Партия пацифистов побеждает на выборах. Это прекрасно. Умеренная партия на втором месте. Это не очень хорошо, потому что у нас с ними только... Как? Как? Умеренная... А, нет, плюс 10. Замечательно. Так. Давайте улучшим суд сразу. 2.5. Это не проблема. Зато улучшится окружение. Да. Быть первым в космосе. Вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Это, видимо, Юрий Гагарин нам говорит, а не вот этот хиппи. Парень. Куда ты сунулся? У тебя нет шансов. Смирись. Так, давай. Облако прогресса. Спутники изучены. Персональные компьютеры. Аутсорсинг. Видеоигры. Сексуальная революция. Так, 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 так. Что нам не хватает? Нам здравоохранение бы... Здравоохранение бы подтянуть. Здравоохранение. Здравоохранение где ты? Тут вроде пересадка органов. Автоматизация. Электрооптика. Давай вот эта электрооптика. А потом будем за охрану окружающей среды бороться. Так, спутники. Космическая гонка между Соединенными Штатами и Советским Союзом привела к стремительному прогрессу в сфере коммуникации. Спутники получают все большее распространение. Что город будет делать с этой технологией? Построить собственный спутник? Действительно так можно? Подожди. А, это можно прослушивать телефонные разговоры, да? Но будет ущемлено право людей на частную жизнь. То есть личностный рост минус 2. Зато безопасность станет выше. Давайте ничего не будем делать пока. Просто... Смотри-ка, все равно минус 1. Тогда надо было изучать... Ой, люди, люди, я хотел... Не хотел прослушивать, вернее, ваши разговоры, а вы еще и недовольны. Как так? Вот опять же все равно здесь... Потом, наверное, надо принять будет, раз они не хотят, по-хорошему. Помощь промышленности. Что у нас есть вообще тут? Служба помощи протягам. Протягам. Давай вот эту улучшим. Потому что... Это, в принципе, нормально. Спортивные клубы, они не такие дорогие уже для нас. Поэтому пока хватит. Ждем. Ждем. Так, парк любви. Интригующе. Парк – любимое место для прогулок студентов и молодежи. Особенно юных парочек. Однако это не нравится пожилым людям, которые жалуются, что парк превращается в логово разврата. Ах. Ну, я даже не знаю. Давайте ничего не будем делать пока. Безопасность минус, да, у пожилых. Бонус к приросту населения зато. Вот это нам важно. Просто не знаю, там... Тут очень короткие объяснения, не очень понятно, я имею в виду. Зависит от конкретной ситуации. Там же я сомневаюсь, что там просто все чпокаются направо-налево. Вот там... Так, потихонечку что-то происходит. Какой у нас порт стал вроде он побольше, действительно. Смотри-ка. И вокзал... А вокзал стал больше? Нет? Вокзал таким и остался. Ладно. Ну, порт растет. Порт растет – это хорошо. Так. Суд. Да, суд у нас скоро будет обновляться. И пока ничего не строим. Ждем, пока обновится суд. 3.37. Это выборы нового мэра. 8.13. Ничего не буду делать. Так. Новое учреждение. Погнали. То есть добавится должно быть окружение. Добавится. Да, плюс 1. Плюс 1. Все отлично. Так. Миллион двести, да? Свобода от дискриминации. Тут тоже, собственно, без проблем. Да, смотри-ка. Все отлично. Все жители прям... Ахренительно. Всеобщий антидискриминационный закон принят. Этот закон, охватывающий различные аспекты общества, запрещает дискриминацию по любым признакам. Хотя некоторые... Такие всеобъемлющие законы менее эффективны, чем целевые указы. Он задает направление более толерантному и сострадательному обществу. Разнообразие мнений позволит создать в будущем более сильное и плюралистическое общество. Собственно, все верно. В Швейцарию пришло дьявольское увлечение дракона и подземелья. Ха-ха-ха. Почему дьявольское? Это сюжет драконов и подземелья касается оккультных тем, что вызвало возмущение христиан всего мира. Да ладно, блядь, что вы за херню несете? Игра как игра. Ой. Да, драконы и подземелья. 11.18. И здесь все, в принципе, в одну калитку. Что у нас? Смотрим. Вот непонятно, я же ничего не делал, почему у нас минус 1, минус 2 стало вдруг. Хорошо, зато у нас, смотри, минус 7 удовлетворения. Просто они, скоро у них эйфория должна случиться у наших жителей. Так, снизить объем минимального капитала для акционерных компаний. Настоящим предлагаем снизить минимальные закупочные цены и гарантийные суммы для частных закрытых акционерных компаний. Так, эффекты развлечения. Так, так, смотри-ка, интеллектуальный капитал прибавится. Ну давайте, конечно, да. Ух, а тут будет непросто. Национальный совет рассмотрит снижение требований для открытия бизнеса. Либералы предлагают принять новый закон, который позволит открыть свое дело проще и дешевле. В настоящий момент для того, чтобы основать фирму, нужно огромное число документов и крупная сумма. Таким образом, лишь обеспеченные граждане могут позволить себе стать бизнесменами. Сторонники закона заявляют, это позор. У любого трудолюбивого и талантливого человека должен быть шанс добиться успеха. Да, это верно. Конечно, огромное количество бюрократических препонов мешает развитию общества. Тут, собственно, это факт. Поэтому я поддерживаю этот закон. Посмотрим, что тут 4.13, да? То есть, в принципе, коммунисты против. Ну, хотя они против, в принципе, всего. Частной собственности и прочего. Так. Так, 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 2,5 миллиона. Давайте посмотрим, что у нас из инфраструктуры, если мы хотим изменить район. Во-первых, мы можем поменять плотность застройки. И давайте с этого и начнем. А потом остальное, это, в принципе, метро. Метро стоит столько, что нам на него копить и копить. То есть, а газовый, я просто не знаю, имеет смысл ставить газовый этот. Хотя давайте, он, в принципе, дешевый, зато улучшает окружение намного. Давай. Давайте так. Да, предлагаю район. Нормальное голосование. Подкопим денег. И ждем. То есть, тогда. Мы, наверное, проделываем это со всеми районами постепенно. А потом будем копить на метро. Метро, потому что... Так, что у нас там по вопросу? С выбором. 17-23. Все должно быть хорошо. Спортивные клубы вообще без проблем. Изменение района тоже. И здесь также. Замечательно. Так. Мы должны выиграть наши очередные выборы. Так, спортивные клубы. Есть. Спортивные клубы есть. Это замечательно. Выборы нового мэра. Погнали. Здесь мы тоже выиграем, в принципе, почти в одну калитку. Ну, как, нет, конечно, не в одну калитку. Но нормально. Мы выиграли. Коммунисты только против нас. И то 2-2, это ни о чем. Замечайтеся. Игра, пожалуйста, быстрее. Она делает это довольно быстро. И мы продолжаем. Так, смотри-ка. Все растет. Все расцветает. Изменить район. Да. Замечательно. Давай, погнали. У нас теперь высокая плотность застройки. Интересно, есть какая-нибудь там, не знаю, мега высокая? Или что-нибудь чудовищная плотность застройки? Прямо какой-нибудь. Так. Так, так, так. Погнали. Здесь. Давайте с этого района посмотрим. У нас высокая плотность застройки. Это прекрасно. Давайте повысим опять площади промзоны. Просто я не знаю. Так, тут что? Телефонные будки? Да, конечно, давай. Автобусную сеть давайте тоже прикрутим сюда. Трамвайные пути давайте добавим. Это тоже не дешево, но того стоит. Давайте газ тоже. Не знаю, если они хотят. Вот так. Просто там по максимуму стоит. Ведь это требование. Три района улучшить. То есть остается метро и паркомат. Асфальт. Да, смотри. Отлично. Так, что мы можем добавить еще сюда? Да, церковь, мастерская, театр, выставочный центр, пожарная станция, психиатрическая клиника, парк, музей, сквер, игровая площадка, полицейский участок, бассейн, технологический центр. А что дает технологический центр? Кстати, смотри, вон какой большой у него радиус, да? Можно вот сюда построить его. Плюс пять еще интеллектуального капитала и окружения. Давайте вот его построим. Прям вот так вот. Как он выглядит-то. Ну, выглядит, да, технологично. Так, прям, неоновые какие-то цвета, ну да ладно. Так, электрооптика у нас должна изучиться в Backdoors. Город Кайзерсхаффен может стать следующим пунктом в гастроли популярной американской рок-группы в Backdoors. Это, интересно, такой троллинг разработчиков, такой Backdoors может иметь несколько другой смысл, ну да ладно. Их музыка считается странной и даже опасной. Но молодежи нравятся их психоделические песни, например, Fight My Tire. Ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да. Какую же песню загадали разработчики? Разрешите ли вы провести концерт? Конечно, да, я люблю группу Doors, но не обязательно Backdoors. Ведь никто не знает пределы возможного. Так, хорошо, электрооптика. Что дальше? Да, движение за охрану окружающей среды, давай, погнали. Погнали, движение за охрану окружающей среды, это замечательно. Центр переработки отходов, будет и красивые урны, это важно. Так, электрооптика. Электрооптика стремительно развивается в последние годы. Изобретения, вроде лазера или светодиодных ламп, находят применение в товарах массового употребления. На что городской администрации следует обратить внимание? Как они могут использовать городские службы? Безопасность на дорогах. И как они могут улучшить здоровье граждан? Давай безопасность на дорогах. Давай, погнали. Так, и, собственно, наши дороги становятся все безопаснее. И это не может не радовать. Так, район изменяется, все постепенно улучшается. Район, да, изменится. Снижение финансовых обязательств тоже пройдет на ура. А интеллектуальный капитал у нас еще повысится. 229 сейчас и должен стать какой-то плюс 5, по-моему, было, да? Сейчас посмотрим, короче. Давай, да, плюс 5, отлично. Плюс 5 это неплохо. Плюс 5 это хорошо. Смотри, как замечательно. Победный этап завершен, работа для всех. Действительно, вот так вот смотри. Вот нихрена себе. Успешная экономика. Вот теперь они говорят, у нас успешная экономика. Это замечательно. Иметь уровень безработницы не более 5%. Хорошо. Добиться экономического... То есть у нас, в принципе, осталось это вообще ни о чем. 3 и тут, смотри, защитник народа. Индекс настроения жителей должен быть ниже высокого уровня. Народный герой. Индекс настроения в городе должен быть более 8. Слушаю, мы, в принципе, скоро так и выиграем. Внезапно. Научная победа еще долго, потому что все... Так, предложение по налогам. Умеренная партия утверждает, что город Кайзерсхафен облагает богатые слои населения слишком высокими налогами. По их мнению, снижение налогов поможет развитию экономики. Вы направите совету предложения по введению налоговых льгот для элиты. Ну давай, что, сделаем так. Я не буду ни за что агитировать. Примут так примут. Нет, так нет. Мне не жалко. Так, район перестроили. То есть, получается, здесь у нас что? Инфраструктура какая? Все на максимуме, да? Отлично. Давай вот этот район перестроим. Давай построим плотность достройки, само собой, высокую. Здесь у нас газовый, давай. Я, правда, не знаю, зачем газовый сейчас, но странно. Пусть будет, нам не жалко. Метро и паркомат оставим на потом. А паркомат, подожди, он много стоит. Но он окружение убивает. Нет, пока не надо никаких паркоматов. Паркуйтесь, блядь, там, где положено. Вот я что скажу вам. Так, окружение, окружение. В принципе, 6. Пока нормально. Не хочу ничего строить. Давай, погнали. Так, все, собственно, все проголосуют за. Красавцы. Меня все слушают. Так, голосование за изменение налогов. Изменить район. И все. Отлично. Движемся, движемся, движемся постепенно. А что у нас, кстати, там с исследованием? Теперь 18 вот эти даже. То есть у нас продвигается тоже довольно быстро. А как снижение финансовых обязательств продавим, то там еще у нас будут интеллектуальный капитал, как сложно называется тут это. Так, погнали. Изменение налогов. То есть, ух ты, 10 лямов. Я только что заметил. Нихера, мы красавцы. Вот это мы... А что у нас есть из указов еще? Обязательная... Ух ты, смотри-ка. Помощь промышленности. Акта поддержки промышленности. Субсидирование роста компаний, да? Ежемесячно. Помощь промышленности. Необходимый уровень продаж. Так, прослушивание телефонных разговоров. Нет, пока не хочу. ДНК-анализ. Для доказательства судья. Да, давай вот это. Обязательная пожарная сигнализация, само собой. И давайте акт о поддержке промышленности. Прямо вот так. Зайдем со всех фронтов, так сказать. Так, что у нас? Ждем, пока изменится район. Потом будем улучшать другие здания. Да, погнали. 10 миллионов, то надо тратить на что-то, правильно? Так, а что, собственно, на что? Я знаю на что. Давайте сначала изменим этот район. Построим высокую плотность застройки. Выберем. Улучшим. Увеличим промзону. Добавим газовую инфраструктуру. И улучшим ее на максимум. Трамвайные пути проложим. Ну, собственно, стандартный набор, кроме метро и паркоматов. Что еще? У нас этот район получился какой-то самый маленький. Просто у нас не было денег, когда мы его строили. Поэтому так. Что мы можем сюда воткнуть? А, в принципе, наверное, ничего сюда не надо тыкать. Здесь так понатыкано много чего. Ладно. Ах, ладно, надо было ускоренное голосование делать. А то хочется тратить деньги на что-то еще. А пока у нас голосуют, нам нельзя, да? Мы же не можем ничего улучшать пока. Например, на телевышке у нас были... А, нет, сможем смотреть. Так, 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 подождите. Подождите, притормозите, пацаны. Так, предложение по налогам. Умеренная партия настаивает, что высокие налоги, которыми облагаются коммерческие организации, замедляют экономический рост и предлагают их снизить. Да, нам все-таки... Ну, в принципе, это логично. Понятное дело, что вначале мы давили налогами, но налоги, конечно, не способствуют развитию экономики. Это само собой. У нас, кстати, население растет. Ну, в принципе, понеслось. Скользкий депутат. Депутат Герберт Шмидт из П. Всем надает своими скобрезными замечаниями. Он любит непристойно шутить и комментировать внешность и одежду всех женщин. Даже вашу. Вы пытались не обращать внимания на ваше терпение на исходе. Выступим. Ах, давайте наедине... Нет. Давайте выступим в совете. Прямо скажем, ну ты, блядь, мудила. Так, голосование изменений налогов. Оно не факт, что изменится. Ладно. Изменить район все в порядке. Финансирование здесь тоже... Тоже, тоже, тоже отлично. Так. Что вы говорите? У нас есть средства, чтобы что-то улучшить. Суд. 5 миллионов на улучшение суда. Либо что у нас есть? Центральная больница. Давайте улучшим центральную больницу, конечно. Да. Давай нормально голосовать за нее. Что еще есть? Библиотеку нельзя улучшить. Вышку, да? Подожди, электростанция. Давай улучшим электростанцию. Пока есть деньги, надо улучшать. Парк нельзя улучшить. Очистные тоже нельзя. Универ тоже пока нельзя. Хорошо. Что еще есть у нас? Еще у нас есть суд. Суд, который можно улучшить, да? А давайте улучшим раз до кучи. А порт можно улучшить? Как еще? Нет, порт нельзя. Вокзал. Просто посмотрим. Просто посмотрим. Вокзал тоже на максимуме, да? Ну все. Пока что на максимуме. Давайте улучшим суд тогда. Нет, это бассейн. Ух, это, конечно, будет катастрофически все дорого. Но, с другой стороны, мы улучшаем... Это сигнал бедствия нашей цивилизации. Пожары, наводнения, бури и засухи говорят нам, что мы должны создать абсолютно новую экономическую модель, основанную на справедливости и здравомыслии. Ну. Ну да. Да. Так, и получается, мы можем уже что-то исследовать даже в пятой эре. Вот это мы красавцы. Так, теперь. Доступность пока нет. Сексуальная революция хочется, но пока нет. Ой-ой-ой. Аутсорсинг. Давайте сделаем аутсорсинг. Так, переводчик Сэндай. Не знаю, что такое Сэндай, но пусть будет. Звучит заманчиво. Звучит заманчиво. Так, отлично. Погнали. Как у нас много всего прям акта поддержки промышленности. Промышленности. Это, 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 это до хрена просто всего. Так мы такими темпами скоро и на метро накопим. По большому-то счету. Давай ждем. А, это еще не все даже. Ёперный театр. Так, акта поддержки промышленности. Пошел. Акт пошел. И промышленность поддержана. Замечательно. Так, обязательная пожарная сигнализация. Это важно. Это тоже пройдет без проблем. Замечательно. ДНК анализ для работы судов. Конечно, будем сажать только тех, кто попался 100%. Так. Изменить район тоже. Замечательно. У нас теперь во всех районах отличная инфраструктура, кроме метро и паркометров. Но паркометры вообще это пока не нужно. А метро очень дорого. Собственно, мне интересно, как у нас просядет бюджет, когда мы... Так, изменение налогов. Ха-ха, они проиграют еще. Смотри-ка. Нет, нет, смотри, на один голос. Да, да. Эх. Для коммерческих компаний. Плюс 3%, да? Ладно. Так. За изменение общественного учреждения. Это суд. 5 миллионов. Да, апелляционный суд обновлений у нас будет. Да. Не слабо так. 2,5 миллиона электростанция. Это ни о чем для нас уже. Это так все. Детский лепет. Так. Общественное учреждение. Это что было? А, хирургическая палата в центральной больнице. Один, почти 2 миллиона. Это ни о чем. Ну и здесь, собственно, давайте дождемся этого. Так, и знаете, о чем я подумал? Наверное, я подумал о том же, о чем и вы. А почему бы нам не построить еще один район? Правильно ведь? Вот здесь вот где-нибудь. Потому что тут у нас электропарк. Вот это. Библиотека. То есть, давайте создадим район какой-нибудь причудливой формы. Нет, 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 подожди. Вот так. Как-то так. Так, давайте все-таки выровняем вот эту линию. Так, отлично. Отлично. Смотрим. 250 тысяч ни о чем. Недопустимая форма, серьезно? И что в ней такого недопустимого-то? А, острый угол слишком? Да ладно. А если вот так? Давай так. Просто как-то странно будет, но... Как-то будет странно. Так. Плотная сетка, разреженная сетка. Давай по умолчанию оставим, в принципе, нормально. Так, подтвердить. Плотность высокая, конечно. Ставим сразу высокую. Что у нас? Нам нужна промзона, да? Давай промзону сделаем вот так вот. 45% Инфраструктуру сразу всю подключим. Это будет адски дорого. Но что делать? А хотя, в принципе, ни о чем. Просто сейчас у нас пока есть возможность. Надо строить сразу все и по многу. Электрическое освещение, трамвайные пути, полицейская будка, урны, само собой, телефонные будки, светофор, автобусную сеть. Прямо я... Мне страшно, сколько красивые урны теперь есть у нас. 25 тысяч всего лишь. Ох, сколько это будет все стоить? Ну и пока... Остальное пока ничего не будем стоить. То есть 6 миллионов. Вот так вот. Мы можем себе позволить сразу район за 6 миллионов. По-моему, мы красавцы. Нормальное голосование. Ждем. Новый район пройдет. И это прекрасно. То есть давайте дождемся постройки нового района и снижения финансовых обязательств. Все-таки мне хочется дожить до этого. Аутсорсинг. Раньше развитие компании означало поиск сотрудников, способных работать над различными задачами, чтобы максимально охватить производственные нужды. Сейчас подход изменился, и многие компании хотят концентрироваться на чем-то одном. Ваша администрация изучает, как такой подход повлияет на бюджетную сферу и какой концепции следует теперь придерживаться. Подготовиться к росту числа компаний и подготовить список компаний, работающих в городе. Давай подготовимся к росту компаний. Так, новый район. Новый район пройдет. И это пройдет. Замечательно. Давай. Ну что ж, погнали. У нас 10 лямов в бюджете. В принципе, нам не страшно. 5 из них потратить на новый район. Это замечательно, по-моему. Отлично, да. Учреждений-то у нас больше. Выставочный центр можно построить, но... Да, давай построим. Это, в принципе, не проблема. У нас... Мне как-то в эту игру стало играть довольно легко. Под конец, мне кажется. Вам так не кажется? Просто денег очень много. Вначале я прямо... У нас было минус 4 миллиона в какой-то серии. Нам потом император из личного кармана 2 ляма скинул. Хоть что-то. Так, новое учреждение. Погнали. А сейчас как-то легко. Все прям у нас куча денег. Все прям... Я говорю, я боялся к середине игры, что нас уволят... Любой работой, которой нам не хочется заниматься, есть те, кто сделает ее хорошо и с большим удовольствием. Да, это правильно. Бизнес-делегации. Теперь можно отправлять бизнес-делегации. Они позволят вам влиять на деловую жизнь города. Делегации можно отправить по всему миру. Вы можете выбрать членов делегации из представителей разных сфер бизнеса и программу их визита. Ваш выбор определит, какое влияние окажут делегации на городские компании. Доступ к бизнес-делегации можно получить из окна торговых сделок. Так, хорошо. Облако прогресса. Это аутсорсинг был. То есть, получается, мы еще кое-что можем. Да, информационная безопасность. Мы красавцы. Так, так, так. Персональные компьютеры. Автоматизация. Персональные компьютеры. Это замечательно. Давайте, наверное, все-таки сначала изучим автоматизацию. Роботы спасут мир. Так, бизнес-делегации. В окне торговых сделок вы также можете назначить бизнес-делегации в разные города по всему миру. Перейдите к бизнес-делегациям. Хорошо. Так, выберите любой из открытых городов. Санкт-Петербург не открыт. Шанхай нет. Сэндай. И что у них есть. Ну, в Оксфорд у нас наш город побратим. Хорошо. Выберите сферу. Давайте в Синдай. Выберите сферу бизнеса, который получит бонус и назначит делегацию. Ну. Книга издательства. Развлекательные устройства. Бытовая техника. Машиностроение. Пластик. Спорт-инвентарь, да? А тут рекламная индустрия. Производство обуви. Производство мебели. Бумажная промышленность. Нет. Здесь военное промышленность. Производство компьютеров. Медицинская промышленность. Кинопроизводство. Давайте кинопроизводство с Голливудом. Делегация прибывает в Сан-Франциско. Участники никогда не видели подобного в городах. Мужчины носят длинные волосы. Люди в ярких нарядах, психоделических расцветок. Разговаривают их, охочут без стеснения. На улицах полно иммигрантов со всех концов света. Все это удивило делегатов почти так же, как и повсеместное употребление наркотических веществ. Это так непривычно и может угрожать традиционной культуре Швейцарии. Поэтому вы решайте. Изучим этот феномен, конечно. Почему нет-то? Хиппи, свободная любовь и все дела. Почему бы и нет? Так, давай снижение финансовых обязательств. Давай снижай финансовые обязательства. Так, отлично. Так, ну что, начнем голосование. И это, по идее, должно увеличить наш интеллектуальный капитал еще на 10. Ну просто мы просто тащим. Да, смотри. Теперь открыть свое дело почти ничего не стоит. Сегодня Национальный Совет решил упростить процедуру открытия бизнеса и сделать ее дешевле. Это поможет представителям низшего класса выйти из нищеты, заявил один из авторов закона. Берлинская стена пала. 1986 год несколько рановато. Нет, вам не кажется? Ну, технически говоря, это не первая ядерная катастрофа, но первая крупная. Это да. Так, смотрим. Смотри, у нас все идеально. Вообще, просто даже придраться не к чему. Тут мы можем, кстати, улучшать даже, да? Выставочный центр еще. Да, вот такая вот игра. Смотри-ка, у нас уже 5 районов. Город растет, развивается. В принципе, все хорошо. Инфраструктура в районах шикарная. Мы все улучшили. На максимум осталось только поставить красивые урны в других районах. И все. Но они дешевы, поэтому мы сделаем. Но самое главное, конечно, это метро, которое неимоверно дорого. И на него, конечно, надо копить еще очень долго. Но посмотрим, что будет. Посмотрим. Поиграем. А пока. С вами был Чейнджер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся в следующей серии. Пока. 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 Пока.